здорово чемпионы это я не вам это с вами подписчиков короче сегодня время 7 утра 10 октября ой 10 декабря и мы в тольятти приехали для участия в межрегиональном турнире непобедимое дешево в этот раз мы приехали небольшой бандой из-за сложившихся из-за сложившихся неприятностей которые нас постигли и к сожалению наша банка уменьшилась из-за этого в два раза должно было ехать 14 спортсменов осталось 7 но тем не менее мы приехали мы заряженные готовы бороться за я вам попозже расскажу что за неприятность а пока я подремлю хорошо если честно я не очень хотел снимать в лоб но артемий мне сказал то что блог должен быть обязательно цены а вы смотрите сериал слова пацана короче на 5 слов пацана что вы будете стараться изо всех сил выиграть первое место я буду стараться выиграть изо всех сил пацана верните ну а затем давай олег смотришь я буду стараться изо всех сил чтобы они выиграли первое место как выглядит завтрак тренеры чемпионов я вам покажу чуть позже выжить этом кушать вот как выглядит завтрак чемпионов идем на завтрак нашим одноклубникам которые вчера приехали живут здесь уже тема тащит свой завтрак еле-еле хотел думал помочь ему тащить а потом думаю нет тем ты без мамы приехал все мы пришли на чай и это видео это привет моей маме которая всю ночь пыталась меня нагрузить едой но я сказал то что мои спортсмены меня голодом точно не оставят драники котлеты блинчики с лишней фирменные бутерброды разминающиеся всеми про спортсмены и это не еда закончилась стол закончился так у нас все два пакета огромных мы пока иду на мандатную комиссию расскажу вам о трех основных событиях которые произошли с тех времен пока мы с вами не виделись первое это влад буров во вселенной карате выступил довольно таки хорошо провел два поединка но к сожалению из пула выйти не удалось он выиграл проиграл там по количеству очков не удалось весьма отработал относительно себя очень-очень достойно на этом же турнире выступал андрей спицын сердце нашего канала и андрей на самом деле выступил очень хорошо прошел уверенную свою пульку вышел вышел на короче отверстина выигрывает полуфинале встречается с действующим чемпионом мира и в очень напряженной борьбе к сожалению проигрывает за тройку он бился но по своей глупости по своей стучили вспышь и вылисти вы поняли вспылил короче пацан и проиграл еще баксов решил оставить беларусь и максим ездил на сахалин на первенство россии и к сожалению не удалось показать свой максимум а все мы знаем то что он может показать хорошую работу не удалось ему в этот раз настроиться не удалось показать то на что он способен и занял всего лишь пятое место кстати вот относительно его работы был такой нюанс в поединке за бронзу в первом поединке короче он бьется и ему соперник попадает в глаз а максим выступает всегда в линзах и после этого он их снимает потому что он говорит глаза режет а без линз вообще он очень-очень давно не тренируется не выступает ну вот я вообще не понимал где нахожусь что происходит было очень тяжело работать и даже поединок за бронзу уже за медаль он взял 1-0 и пропустил ногу когда обсуждали этот эпизод я даже вообще не понимал где эта нога и что происходит потому что вообще таких ситуаций не было чтобы он без линз работы поэтому это ситуация с линзами показала нашу слабую сторону и сторону над которой возможно надо немножко поработать хотя бы немножко уделить и время чтобы понять как действовать если такая ситуация возникнет вновь поэтому кто тренируется и вступает в линзах возьмите на заметку что время от времени хотя бы надо снимать и пробовать что-то делать без них потому что грубо говоря какая-то знаете кровавый спорт где жан-клод ван дам песок ему делали вам вслепую дрался макс также надо было чисто на уровне инстинктов и пока я сижу в ожидании прохождения мандат на комиссии расскажу про неприятности которая скосила полночь команда это мы же как чаще всего ездим на машинах и родители ну кто вызывается кто может помочь отвезти как бы все распределили всю команду и у одного родителя за день до поездки ломать машина ломать самая важная печка помпа развалилась и не удалось ее починить в кратчайшие сроки и пришлось команду пополам просто рубить очень обидно потому что все ребята кто должен был поехал заслужили принять участие в этом турнире поучаствовать к сожалению форс-мажор ничего не поделаешь но я надеюсь состав который смог приехать покажет хорошую работу и не подведут пришла команда принесла еду 2 завтра я надеюсь все понимаю но вот пакет я даже не до нем порвался порвался снова блинчик давай олег тебя ты встречаешь хорошо сафара встречает молодец олег все первые есть олег первое место уверенные для победы и заслуженное первое место но отчасти победа принадлежит всей команде которые его поддерживают на протяжении всей категории и и и и и и и и и пока идем уверенно сафаров достаточно уверенно хорошо забирает золото в 2 обоя но опять же при большом участии команды Возглашается Чедаева, Бокула, готовится к расцову. Молодец! На встречу! Молодец! 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 Дорабатывай на бой! Молодец! Руки выше! Молодец! Да-да-да-да! Молодец! Семь остров, здраво! Молодец! Молодец! Мик, давай! Давай, Мика, давай! Сейчас все пошло. Поехал как снежный ком. Подряд на трех площадках одновременно бились Лелюх, Давыдов и Чернов. Все отлично отработали. Чернов первое место, Лелюх уверенный дебют в новой категории. Третье место чуть-чуть в полуфинала дал. И Давыдов хорошо два боя бился, но на финал я не пошел, потому что у Вики был первый бой. Я подумал, что Вике я нужнее в любом случае, потому что для нее это да. Первый бой, а Давыдов уже размялся, во-первых, а во-вторых уже с медалью. Ей точно нужно. Нужнее был. Сейчас Вики в финал. Первые два боя уверенно выиграл 8 на 8. Посмотрим, что сейчас в финале будет. Встреча! Молодец! Молодец! И речь! И речь! Ватин! Дом номер один. Дом номер пять. Таким образом, за сегодняшний день у нас из шести спортсменов четыре золота, серебро и бронза. Ну и охарактеризовать эту работу можно быть уверенной и прям очень-очень хорошей. Мне понравились, как работали ребята. Поэтому покажу вам тренер. Обед, тренер и чемпион. Ну, я бы назвал это перекусом. Потому что, если дети выступили сегодня хорошо, а они выступили хорошо, они имеют право выбора, где они будут обедать. И я думаю, никто из вас не сомневается, что они выберут Макдональдс. Ну все. Как в начале влога, слово пацана дали, слово сдержали. А сделал все возможное, чтобы эти ребятки хорошо выступили и показали хороший результат. Единственное, что обидно, это за ну один такой нюанс, это за медали. Вот такие медали в этот раз совершенно обычные. Хотя в том году были очень крутые медали. Хотя мне лично на самом деле все равно, мне за детей обидно, мне-то важна больше работа, которую они показывают. А детям, конечно, поприятнее было бы с крутой медаль ехать домой. Ну все, мы подкрепились. Ну как подкрепились? Кто-то подкрепился, кто-то съел пол Макдональдса и своего и чужого. Олег, а кто мы? Ирбис. Правильно. Ну так вот, сейчас мы едем домой. Вы, кстати, не переключайтесь. Возможно, вас ждет самый милый конец, концовка влога за всю историю существования влога. Типа, кто встречает тренера дома? Возможно, в этот раз это будет не только кошка. Ну и у нас еще есть 4 дня, чтобы подготовиться к всероссийскому турниру в Нижнем Новгороде. Увидимся с вами через неделю. Все, всем пока. Кто же все-таки встретит меня дома? Сейчас мы узнаем. Привет, Кирочка! Внимемся, ты моя колесая. Ой, как дела? Ты моя лапка. Дай поцелуй тебя. Ещё раз. Скажи всем пока! Всем пока!